Вечная Евангелие в современном мире Мы разобрали с вами первые четыре стиха, где великому удивлению подвергся Иоанн тем, что увидел церковь жену, которая отличается от той жены, которую мы с вами исследовали в 12 главе, которая была обличена в солнце, которая имела венец из 12 звезд. Здесь мы увидели блудницу, которая изменяет своему супругу господину с царями земными, она восседает на драконе. Мы увидели, что она упаивает народы чашью или вином своих мерзостей и беззаконий. И мы также подходим к пятому стиху, где Иоанну дается имя этой женщины. И на челе написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Интересно, для читателя первого века слово Вавилон, они понимали, что имеется в виду, когда давалось это пророчество? Что в те времена подразумевался под Вавилоном? Вавилон. Уже в первом веке Вавилон перестал быть миродержавным городом. Больше того, это уже был хиреющий, умирающий, можно сказать, на уровне какого-то поселка. То есть это не тот Вавилон? Уже не тот Вавилон. Тот древний Вавилон, который на реке Ефрате. Вот он уже и сошел со сцены. Вот. А это слово использовалось, и этот символ использовался для названия теперь уже Рима. Но использовали его как бы, как псевдоним. Вот. Зашифрованно использовали. Не могли говорить напрямую. Рим – это то и то и то, потому что Рим был миродержавным городом. Вот. И чтобы, так сказать, подать эту истину, но не выдать народ Божий, говорилось, использовал апостол Петр слово в своем послании, уже ясно использует слово Вавилон, относя его к Риму. Получается, первые христиане, читая это послание, понимали, в каком направлении, даже географически, направляет Господь свое внимание. Вавилон – это Рим. Так они понимали. Не только они, но возьмите, даже Августин, известный богослов, ранее в Средневековье, он тоже именно в своем труде называет Рим Вавилоном. Также сказано, что мы видим не только один Вавилон, вот эту блудницу, но также сказано, что мать блудницам и мерзостям земным. То есть мы видим, что еще есть дочерь. Что это может означать? – Нельзя все сваливать в одну кучу. Вавилон четко показан как система, которая породила все остальные и другие, и которые, они как бы дочери ее. Поэтому все те религиозные конфессии, которые переняли учения Вавилона частично, вот, они являются ее дочерьми, духовными наследницами. Те, которые проводят в жизни ее идеи, в жизни, так сказать, заповеди измененные, которые были изменены Римом. Вот, в свое время, мы уже говорили, когда Рим был во главе всей Европы в IV веке. – С тех пор они по всей этой конфессии, они по наследству получили вот эти измененные, уже катехизис, измененные заповеди Божьи, в отличие от Слова Божьего. – То есть наследники, те, которые несут себе определенные формы учения, которые принадлежали Вавилону, даже если они и отошли от Вавилона, то есть как бы оставили саму эту церковь, то если несут себе учения, то Бог однозначно говорит, да? – Да, она мать блудницам, написано. – Мы подходим дальше, и мы увидим шестой стих. «И видела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя, удивился удивлением великим». Наверное, здесь происходит самое большое потрясение. Вообще, видно, что доминирует красный цвет во всем, вот в этом. Она сидит на красном драконе, у нее порфира, вино, и даже вот упоена она вот кровью. Видно, что кровь проступает. – Я немножко должен поправить вас, потому что вы правильно говорите, но в Слово тут употребляется не красный дракон, она сидит на звере багряном, который копирует дракона. У него тоже семь голов, десять драконов. Багряный – это тоже красный, это такой насыщенный красный цвет. Но все-таки, строго по тексту, здесь говорится, она сидит на звере багряном. – Мы видим также, что она убивает святых. Здесь парадокс. Церковь, которая преследует, убивает святых. Что имеется здесь в виду также? – Вот если в первые века церковь христианская была гонимой со стороны Римской империи, вот мы знаем, что в первые 400 лет, можно сказать, в первые 300 лет до 311 года, до Миланского эдикта, было 10 основных гонений на христианскую церковь. То есть почти каждое поколение было скашено. – Мы видели период, когда церковь была гонима, но когда церковь начинает, вступает в союз с властью. – Да, и приходит в средние века, и церковь становится контролирующим, доминирующим фактором в истории Европы. Идеология вне католической доктрины не могло быть решения ни частных вопросов, ни семейных вопросов, ни национальных вопросов, ни интеллектуальных вопросов, ни научных вопросов. Все сферы жизни были тотально подчинены единой доктрине. И вне ее все считалось ересью, и все считалось вольномыслием. И такие ереси, и религиозные разномыслия с нею, все это пресекалось на корню. И поэтому, естественно, Иоанн, когда видит такое изменение, что была гонимая жена, а теперь вдруг становится гонительницей, то это для него стало предметом величайшего потрясения внутреннего. Он говорит, и видя ее, я явился удивлением великим. – Иоанн потрясен, что… – Он видел видение будущего. Он жил в первом веке, а ему была показана будущая перспектива событий. Я думаю, он еще удивлен в том, что в 12 главе мы видим, что церковь, она свята, она наполнена Духом Святым. Где же мы видим, что поступки церкви свидетельствуют о том, что иной Дух руководит. Дух дьявола, то есть Дух, который ведет к убийству, преследованию, то есть Дух нетерпимости. Мы видим, что она упоена кровью святых. Вот даже вот такое вот сравнение здесь видят. Но это можно очень ясно увидеть. Возьмите 8 походов против гуситов, да, вот, 10 специальных войн против гугенотов во Франции. Вот, и священные войны, которые были, и крестовые походы, бесконечные инквизиционные процессы. Действительно, кровь лилась и лилась на протяжении всего Средневековья. И все это было по инициативе вот этой иерархии Верховной. Дальше мы с вами читаем о том, что «И сказал мне ангел, что ты удивляешься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющие семь рогов и десять рогов. Зверь, который ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписано в книги жизни, от начала мира видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Прокомментируйте, пожалуйста, эти тексты. Что она означает? Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны, пойдет в погибель. Давайте по порядку, наверное, все. Потому что тут спешить не нужно. Поскольку в этих вопросах очень часто возникают такие, даже еретические понятия, даже в нашей среде возникают разномыслия, поэтому надлежит нам придерживаться очень осторожного исследования. Во-первых, определимся время, в которое получает Иоанн это видение. Так? Он получает это видение в первом веке. Точка отсчета – это первый век, в котором он смотрит. И ему показано семь голов у зверя, из которых пять пали. Да? Ну, сейчас я немножко прочитаю. Да, пожалуйста. Десятый стих. «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел». О, остановимся на этом. Значит, их семь голов у дракона, не у дракона, а у зверя. Зверя представляет собой систему государственных империй, систему, посредством которой дьявол управляет этой системой. Он живет дольше всех. Системы, эти головы падают, умирают, вот остается одна другая, а зверь продолжает жить. Он живет дольше, чем любая империя. Что это такое, что это за дух, который инспирирует это гонение на протяжении всех веков? Надо разобраться с этим внимательно, да? Вот. Значит, время созерцания или время видения – это первый век. Иоанн жил в 90-е годы, видит это видение, когда откровение было. И ему сказано, что пять голов уже к этому времени что? Пали, да? Одна есть, а один еще что? Не пришел. И действительно, нужно очень серьезно отнестись к этому. Значит, ко времени Иоанна уже пять голов пали. Пять царей, как там сказано, пять. Здесь в Священном Писании очень часто слово «царь» и «царство» употребляются как взаимозаменяемые термины. И бесспорно, что ко времени I века пали семь, пали пять империй, которые гнали народ Божий. И эти гонения зафиксированы в Библии. И причем эти гонения были масштабными. С желанием тотально истребить, полностью истребить церковь. Что это за империя? И совершенно ясно из Библии мы находим, что такая первая попытка уничтожить весь народ Божий была совершена в Древнем Египте. В эпоху XVIII династии, это новое царство так называемое, когда пришли к власти националистически настроенные фараоны, которые и знали Гексосов. Перед этим было нашествие Гексосов. И они очень, так сказать, амбициозно относились и настороженно относились ко всем окружающим. Тем более к евреям, которые были у них в рабстве. И вот тогда, когда фараоны этой династии решили уничтожить, согласно книге Исход, уничтожить народ Божий. А народом Божьим тогда был именно еврейский народ, который находился в египетском плену. И это подробно описано в книге Исход. И там в 27 главе сказано, что именно народ Божий после Исхода Господь называет «ныне ты становишься народом Его». То есть, первая империя – это Египет. Да. Вторая? Вторая попытка – это, бесспорно, Египет был сменен Ассирийской империей. И Палестина, и весь народ Божий оказался под господством Ассирийской империи, на территории Ассирийской империи. И мы читаем в четвертой книге «Царств», об этом говорится ясно, что Синахерим, царь Ассирийский, хотел уничтожить Иерусалим. И фактически разграбил страшнейшим образом Израиль и Иудеи. Ассирия II, да? Да. Это был восьмой век до Рождества Христова. Это подробно описано в Библии. Третья попытка – это Ново-Вавилонское царство. И именно в 586 году Новоходоносор II, это могущественный царь Вавилона, он совершил величайший поход против Иудеи, разрушил Иерусалим, сжег и выселил всех. Если ассирийцы выселили только северный Израиль и рассеяли его по всему свету, то Вавилон, увы, все выгрыб до конца. Это третий нас Вавилон. Четвертая попытка – это была, конечно, если вы помните, в книге «Исфирь» описана попытка Амана уничтожить… То есть Медоперсия, да, мы понимаем. Это уже была Медоперсия. Попытка уничтожить народ Божий. В книге «Исфирь» об этом подробно описывается. Это была четвертая попытка уничтожить весь народ. Вы запомните, как Аман говорил, я отвешу серебро царю, но только пусть царь подпишет указ об истреблении всех до одного в его царстве, в Иудею. А пятая попытка, конечно, это была во дни уже греческого господства, эллинистического господства над Палестиной. Во дни Антиоха Эпифана IV – это 160-е годы до Рождества Христова. И записано это уже в книге Маковейской. В канонической книге нет, но это историческое событие, которое имело действительно место, когда он хотел уничтожить вообще еврейскую религию. Еврейскую, то есть библейскую религию в данном случае, мы так понимаем. То есть мы сейчас разобрали пять царей, да? Которые пали ко времени Иоанна, то есть к I веку. Египет, Вавилон, Медоперсия. Египет, Осирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. Теперь мы читаем «Один есть». Один есть. В I веке, конечно, всем известно, самая могущественная империя – это Римская империя. Железный Рим, который господствовал и над Азией, Ближним Востоком, и над Египтом, и над Африкой, и над Западной Европой, и вплоть до Шотландии, и Испании, и все. И по Дунаю, и по Рейну проходила его граница на Востоке. То есть весь культурный мир древний был под господством Рима. Один есть. Один есть, так сказано. А другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Да, но вот тут мы чуть-чуть должны остановиться. Если мы не имеем права не учитывать предыдущие пророчества о Римской империи, в 7 главе Даниила совершенно ясно, Господь сказал, что четвертый зверь, он там выступает как четвертый. Четвертый. Ну, неважно, откуда считать, оттуда или отсюда. Факт тот, что это относилось к Риму. Четвертый зверь, он должен был быть... Страшный и ужасный. Страшный и ужасный. И он существует до Второго пришествия. Но в двух фазах. Первая фаза – это языческая фаза. Римская империя. Римская империя. Вторая фаза – это наследница Римской империи. Это европейская территория. Бывшая Римская империя, где вот эти 10 рогов или 10 царств, которые возникли после разрушения Римской империи. Поэтому шестая голова, увенчанная, можно сказать, вот этими 10 рогами, она существует, согласно пророчеству, до конца времени. И она видна. Она показана в этом видении, что их 10 рогов там. Они существуют до конца времени. А седьмой, сказано, еще не пришел. Да, он еще не пришел. А Рим уже пришел в одни Иоанна. А седьмой еще не пришел. А когда придет, недолго ему быть. Но если учитывать данные откровения и последовательно рассуждать, что будет в конце времени еще одна попытка уничтожить весь народ Божий, то об этом нам говорит 13 глава Откровения, где сказано, что зверь с агнчими рогами, он сделает то, что убиваем будет всякий, кто не поклоняется первому зверь. Другой зверь, а седьмой царь, это зверь с агнчими рогами. Да. Он как лидер... Как новая империя, как новая... Да, новая империя. Оказывающая огромное влияние на... Да, та империя, которая, как мы понимаем, и как мы всегда говорили, что претендентом на это мировое господство в конце времени будут Соединенные Штаты Америки. Сказано, что придет, и недолго ему быть. И недолго ему быть. Недолго. Он недавно уже пришел, и тогда, когда произойдут перемены... Именно те изменения, которые должны произойти. Не сейчас, а те изменения в будущем, когда из государства, которое было государством... Я хочу остановиться тут, чтобы они подумали, что мы так это просто бросаем слова на ветер. Вот, что в предыдущем, в 13 главе Откровения показано было, значит, вот этот второй зверь с агнчими рогами, да? И он говорил, как дракон. То есть, это была страна в начале, Соединенные Штаты. Это единственное государство в мире, которое, вопреки всей прошлой истории, провозгласили принципы религиозной и гражданской свободы, как основу своего конституционного, так сказать, права. Да? Вот. Но Священное Писание говорит, и заговорит, как дракон в конце времени. Если все империи прошлого, те, которые мы перечислили, они всегда повязывали человеческую личность, особенно двумя видами пут. То есть, личность во всех этих империях, которые мы перечислили, была связана, с одной стороны, внешняя ее свобода была скована государственным деспотизмом, потому что это были все империи деспотические. То, духовно, личность была повязана религиозным дагматизмом, языческим дагматизмом. Вот. И теперь возникает в истории новая империя, которая провозглашает эти принципы религиозной и гражданской свободы. Но в ней происходят перемены. К концу времени она говорит, как дракон. Это грех. Он вырождает любое наилучшее начинание человечества. Верно, это в какой-то мере связано и с теми изменениями, которые будут происходить в мире. Мы видим, что меняется природа, меняются люди. Наверное, Дух Божий начинает, как во времена потопа, пренебрегается человеком. И это, наверное, потом и создает вот этот образ зверя, вот этот конгломерат, когда, наверное, могущественнейшая из стран, она будет искать поддержки также и в духовной, могущественной власти, чтобы каким-то образом сохранить или спасти землю. Может, как предположение мы таким можем? В целом, здесь показана жена, сидящая на звере. Это союз. Мы сказали, что жена – это образ религиозной системы. А зверя – это образ политической системы, так? Особенно головы, его – это империи. Вот этот союз церкви и государства в средние века, это очень сильно изображен вот в этом видении, что удивляло Иоанна. Но, может быть, возникнет возражение, и могут возразить. Ведь, будем говорить, ясно, что пять голов пали. Жена-то не сидела тогда на звере, когда… Когда падали головы. Когда прошлые головы пали. Вот. Но, может быть, и так. Можно принять это так, что она сидит на звере тогда, когда… Уже что? Остаются две головы. Те пять пали, две есть. То есть, со времен Римской империи, вот этот союз церковно-государственный, вот, который возник в Римской империи, и до конца существует, и повторяется как образ церковно-государственного союза в конце, в глобальный период, это то, что ожидается в будущем. Потому что мы сегодня видим небывалый рост авторитета, значит, той же системы, которая имела власть духовную в средние века, религиозной системы. Мы также видим, что Господь, говоря об этой женщине, говорит о том, что девятый стих, мы у Римшка пропустили, «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суд семь гор, на которых сидит жена». Почему здесь ум, имеющий мудрость? Потому что тут двойной символ одновременно, что именно еще раз одно уточнение, жена – это город великий, расположенный на семи холмах. Все жители Римской империи знали об этом. Это настолько прозрачная, так сказать, вот эта иллюстрация, хотя она как будто бы дана, завуалирована, но это абсолютно ясно, о чем идет речь. Речь шла о Риме. Еще раз уточняется это. Жена – это Рим. Тут никаких сомнений быть не может. Все вот эти маленькие признаки, которые для читателя того времени особенно было понятно, к чему подталкивает Господь, к каким размышлениям, чтобы человек мог определить, где именно будет находиться блудница, где ее даже географическое будет месторасположение, и потом откуда уже будет происходить то огромное влияние на весь христианский мир и уже подальше на весь мир. Я думаю, что это в высшей степени ответственная тема на сегодняшний день и очень актуальная. Умалчивать об этом – это значит погрешать против исторической правды и против библейской правды. А пророчество дано для того, чтобы предупредить человечество от тех событий, которые происходили, происходят и в ближайшем, в конце истории произойдут. Не говорить об этом и молчать – это преступно. Спасибо вам большое, Ростов Николаевич. Дорогие телезрители, мы продолжим исследование 17 главы книги «Откровения» в следующей передаче. Не пропустите. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Мережа терміналів, миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Инші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Информацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info «Надія» «Надія»